Сутки на южном направлении украинские военные уничтожили 17 человек личного состава армии Российской Федерации, а также 6 единиц техники и 3 склада боеприпасов. Об этом сообщили в оперативном командовании ЮГ. Также сообщается, что за минувшие сутки украинская авиация отработала 10 ударов по скоплению техники российских оккупантов и опорным пунктам в Береславском и Баштанском районах, а по позициям систем российской ПВО еще и в Каховском. Появилась также обновленная информация относительно сил военных Российской Федерации на море. Известно, что и корабельная группировка увеличилась до 10 единиц, в том числе в составе трех надводных ракетоносителя, снаряженные 24 калибрами. В ночь с 21-м 22 октября на Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования ЮГ сбито 10 беспилотников Камиказы типа Шахет-136. Об этом ВСУ сообщили в Телеграм. Ну и более подробно эту тему обсудим с Александром Коваленковым, инополитический возреватель группы информационного сопротивления. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Доброго утра. Ну что ж, давайте немножечко по направлениям пообщаемся. И хочу сразу же процитировать институт изучения войны американский, который публикует информацию, что в свою очередь сейчас российская армия отходит от Херсона, от правого берега Херсона, если быть точным. Но в свою очередь возникает угроза того, что со стороны Беларуси будет идти наступление на западные регионы Украины, дабы отрезать поставки вооружения из Европейского Союза и США. Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, какие сейчас возможны сценарии? Давайте начнем с южного направления, потом перейдем на западное. Южное направление довольно-таки интересная ситуация сейчас складывается. Да, действительно, с одной стороны мы можем фиксировать отвод ряда подразделений, например, воздушно-десантных войск Российской Федерации, морской пехоты российской армии, отвод с правого на левый берег. По сути, это можно назвать своего рода эвакуацией, бегством, отступлением, как угодно. С другой стороны, очень интересна другая ситуация, а именно на правый берег, с левого берега перемещены примерно до 2000 личного состава, частично мобилизированы. То есть усилены подразделения именно таким потенциалом. Это немного вызывает диссонанс, то есть, с одной стороны, профессиональные подразделения отводятся с правого берега, а фактически, мягко говоря, как оно есть, неквалифицированный личный состав заводится. То есть создается такое впечатление, что именно частично мобилизированные должны будут в случае контрнаступления вооруженных сил Украины прикрывать отвод более профессиональных, более подготовленных, имеющих большую ценность подразделений с правого берега. Еще один очень интересный момент. С лечебных заведений Херсона практически, и не только Херсона, практически выведен российский медицинский персонал. Россияне его заводили весной, когда в результате боестолкновения российских оккупационных подразделений с вооруженными силами Украины было большое количество раненых среди россиян. И процент выживаемости тяжелораненых был довольно-таки низкий в лечебных заведениях Херсона. И получается, что российское командование со временем стало подозревать херсонских врачей в том, что, ну скажем так, они не совсем добросовестно выполняют свой долг и стали заводить своих российских врачей в лечебные учреждения Херсона. Сейчас они их выводят. И это еще больше вызывает, ну такое, знаете, отношение к происходящему, недвусмысленное, поскольку частично мобилизированные должны будут прикрывать отход наиболее боеспособных, наиболее профессиональных из имеющихся подразделений на сегодняшний день у российской армии. Это во-первых. Во-вторых, если начинается контрнаступление вооруженных сил Украины, то это сразу же большое количество раненых, поток раненых будет поступать в первую очередь в близлежащие лечебные учреждения. А это именно Херсона непосредственно. То есть получается, что они сейчас попросту не ценят жизни частично мобилизированных. И в свою очередь также еще один момент касательно уже наступления возможного Беларуси. Насколько сейчас вы оцениваете реалистичность этого? Ну и возможно, какие угрозы? И насколько возможно это сейчас получится сделать в силу того, что украинская разведка проинформирована? И в силу того, что все прекрасно понимают, что Украина уже не та, которая была 24 февраля, на которую цинично напали. Вот сейчас ваша оценка реалистичности такого сценария? Со стороны Беларуси угроза будет существовать для Украины практически до того момента, пока у власти там будет находиться так называемый президент Лукашенко. И аналогично до тех пор, конечно же, пока не закончится в целом война с Россией. А что же до сегодняшней ситуации, то угроза минимальна. Ресурса катастрофически им не хватает для этого. Белорусской армии не хватает ресурса для вторжения в Украину по образцу 24 февраля, как осуществила Россия с территории Беларуси. А аналогично тот потенциал, который накапливают россияне на сегодняшний день, сосредотачивают на территории Беларуси. Его также недостаточно для осуществления повторного вторжения с территории Беларуси. Не хватает потенциала в людского численности по личному составу и технического, особенно технического. Более того, мы можем наблюдать за тем, как сейчас в территории Беларуси, наоборот, интенсивно вывозятся боеприпасы, техника, артиллерия и так далее для использования России в войне против Украины на территории, временно оккупированных территориях Украины. То есть это тоже является очень показательным признаком того, что не столько там готовится вторжение на территорию Украины, сколько создаются информационные поводы для сковывания сил и средств вооруженных сил Украины именно на Северном плацдарме. Ну вот действительно, Беларусь, вы уже коснулись, и понятно, что то введение режима повышенной террористической операции в связи с военными действиями в Украине, так Лукашенко анонсировал события, которые были на прошлой неделе, и создание вот этой совместно региональной группировки войск, эшелоны прибыли 15 октября, да, и количество, тогда уже Лукашенко говорит, что около 9 тысяч именно обороны Беларуси, что будет вот таких вот прибывших из Российской Федерации. Я хочу спросить, Александр, то есть сейчас даже при вот наличии этой информации, этого недостаточно для того, чтобы начинать наступательные действия со стороны Беларуси, правильно я понимаю? Потому что очень часто же все-таки политическую тут составляющую, да, что выберет Лукашенко, а вот здесь, я так понимаю, пока военной составляющей нет. Я вынужден вас прервать, Лейла Александр, воздушная тревога сейчас звучит в Киеве и во всех областях, исходя из мер безопасности вынуждены идти в укрытие. Александр, мы еще с вами свяжемся, буквально немножечко позже, вся наша редакция переходит в убежище, мы передаем слово на резервную студию, и вы, если слышите воздушную тревогу, не игнорируйте ее, пожалуйста, оставайтесь с нами.